Реки дружбы. Перспективы дальнейшего сотрудничества провинции Китая и регионов ПФО обсудили на третьем заседании Совета Волга-Янзы. В Чебоксаро с официальным визитом прибыла представительная делегация Поднебесной и полномочный представитель президента России в Привозском федеральном округе. Крепкой дружбе расстояние не помеха. Стать ближе друг к другу регионам как раз и помогает формат Волга-Янзы. Насколько он был необходим, особенно стало ясно в последние годы. Стороны уже реализуют совместные проекты. Член Госсовета Китая Ван Юн отметил, что здесь многое зависит от властей на местах. Перед заседанием в расширенном составе двухсторонние переговоры. Мне приятно слышать, что проект по строительству агропарка Сычуань-Чувашия реализуется по плану. Нет никаких препятствий. Я очень благодарен главе республики Чувашия за поддержку. В сельском хозяйстве открывается большой потенциал. Успехи совместного проекта произведет хороший эффект и на другие проекты. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы предприятия региона нарастили и объемы экспорта в Китай. Внешний торговый оборот республики и провинции Поднебесной увеличился на треть. Расширяются и кооперационные связи. В прошлом году на одном из крупнейших химических комбинатов республики при поддержке китайской компании Течжою Чемтикс Кемикал открыто единственное в России производство гипохлорита кальция. Особо подчеркну, что в данном случае используются технические решения, которые снижают негативные воздействия на окружающую среду. В городе Цзинжоу, провинции Хубей, с которой у нас действует соглашение, реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. Инвестиции в экономику регионов многомиллионные, но и потенциал еще больше. Российское торговое представительство в Китае должно помочь в продвижении продукции. Для предприятий округа рынки открыты. В 2019 году в Китайской Народной Республике планируется более 20 международных выставочных мероприятий, на которых с большой пользой для продвижения своей продукции и привлечения китайских партнеров могут участвовать предприятия Приволжского федерального округа. Наибольший интерес могут представлять такие мероприятия, как продовольственная экспо-2019 в городе Гуанчжоу, который пройдет с 27 по 29 июня, международная выставка натуральных и органических продуктов и услуг в городе Гонконг. Трамплином для дальнейшего сотрудничества должны стать и переговоры на высшем уровне. Обе страны связывает давняя история взаимоотношений. В этом году отмечается 70-летие российско-китайской дипломатии. Высокотехнологичное производство в приоритете. Мы поддерживаем научные организации, вузы в открытии совместных лабораторий, чтобы получить новые разработки. Также сотрудничество может развиваться в машиностроении, авиации и сельхозтехнике. Третий совет Волга-Янзы должен положить начало и новым проектам. Глава Ульяновской области говорит, что развивая двухсторонние связи с провинциями Поднебесной регионом округа, необходимо перенимать опыт. Я вот сегодня с интересом послушал главу вашей республики. И вот по-хорошему, знаете, по-хорошему, по-доброму, по-соседству даже стало завидно. Это здорово, что вы так продвинулись в установлении экономических связей. Мы тоже не стоим в стороне, мы тоже реализовали достаточно большое количество совместных проектов. Совсем скоро мы реализуем большой проект, связанный с специальными контейнерами, поставками, используя логистические преимущества Ульяновской области. Двухсторонние связи с провинциями продолжает развивать и Чувашия. По итогам совета главы регионов подписали сразу 15 документов. Интерес к Чувашии проявили две провинции – Цзянси и Хунань. Губернатор китайского региона Сюй Дадже говорит, что друг другу партнеры могут быть полезны в сфере науки. Наши взаимоотношения вступают в новую эпоху всестороннего развития. Укрепить межрегиональное сотрудничество – наша общая задача. Отмечу, что 2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества и обменов. Сотрудничать будут и города. Совместный протокол подписали власти Чебоксары и китайского мегаполиса Хэфэй. Гости из Поднебесной говорят, что у столицы региона большой туристский потенциал. В будущем мы можем подписать соглашение об возобновлении попадаемых отношений. Мы и хотим сотрудничать с вашим городом именно в следующих областях, в областях культуры. На самом деле мы уже начали сотрудничать в этой области. Шесть лет назад я побывал в ваш город. Это наш второй раз, второй визит в ваш город. В течение шесть лет я заметил, что ваш город сильно изменился. Рабочая программа членов Совета Волга-Янзы не ограничилась только переговорами. Почетные гости из Поднебесной, полпредпрезидента и глава региона возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.